Привет, мои ребята, главные друзья! Сегодня хотелось бы коснуться всероссийской повестки, то, что у нас происходит в регионах. Тема освещается и на сайте СБР, и на других ресурсах. И хотелось бы отметить несколько важных событий, которые прошли в последнюю неделю. И, в общем-то, об этом мы сегодня поговорим. Ну а завтра, как все помнят, гонка в городе, в Висбадене, где побежит наш Карим Халили. И мы обязательно подробно разберем эти соревнования уже в понедельник. И подведем их итоги. Ну, во-первых, стоит отметить визит Виктора Майгурова в Татарстан, в такой достаточно крупный спортивный регион, где он встретился и с региональным министром спорта, и с главой федерации биатлона Ильдаром Ногмановым, и посетил строящийся в поселке Мирный лыжно-биатлонный комплекс, о котором, собственно, речь шла и годом ранее. Если помните, в прошлом году у нас выходили ролики по поводу развития биатлона в Татарстане. Дело действительно сдвинулось с мертвой точки. Сейчас комплекс строится, и мы надеемся на то, что в скором времени он будет введен в эксплуатацию, и, в свою очередь, Татарстан получит современную базу и станет одним из ключевых регионов, где будет проводиться подготовка биатлонистов России. Другой важной инициативой Союза биатлонистов является антидопинговая программа, которая, наконец, стала внедряться. И хорошо, что антидопинг есть и в официальной программе СБР «Биатлон-2026», которая, в общем-то, создана во многом по образу и подобию аналогичной программе Международного союза биатлонистов. И в то же время, наконец-то, начали активно проводиться семинары, обучающие программы предотвращения допинга в спорте и борьба с ним. Соответственно, эта программа рассчитана на различных специалистов из регионов, тренеров, специалистов в биатлоне, и курсы будут проходить в сентябре и октябре, даже вплоть до декабря. То есть, это достаточно такая многогранная система. Требования особых к уровню кандидатов не устанавливаются, то есть, достаточно широкая группа может быть, ну и, соответственно, все подробности программы есть в разделе «Антидопинг». Можно сказать, что это важное событие в жизни СБР, потому что ранее никогда не было такой системной антидопинговой программы. Проводились отдельные семинары, отдельные мероприятия, но именно на полной системе такого не было. Кроме того, приятно сообщить, что возобновилась, наконец, серия турниров «Мастерс». Это ветеранский биатлон, но ветеранский биатлон надо понимать как. То есть, с одной стороны, есть ветераны, которые были в прошлом известными биатлонистами и не охладели до сих пор к любимому виду спорта. Есть люди, которые просто как любители занялись биатлоном уже в солидном возрасте и стали соревноваться не среди профессионалов, а среди мастерс в определенных возрастных группах. То есть, эти люди специально готовятся к соревнованиям, проводят сборы подготовительные и выступают в конечном итоге сначала на всероссийских, а потом и на международных стартах. В разное время на всероссийских соревнованиях выступали известные в прошлом спортсмены, такие как Виктор Майгуров, Андрей Маковеев. Ну, конкретно сейчас в Рязани прошел летний чемпионат России категории «Мастерс», где собралось более 60 участников на комплексе «Алмаз», построенном меценатом биатлона Сергеем Колесниковым. Сам Колесников также принял участие, как и другие активисты этого движения, Юрий Охотников, Вадим Трифилов и прочие. Кроме того, среди участников был замечен Артем Ушаков, мастер спорта международного класса, который в свое время входил и в состав сборной России. И он выступал в отдельных соревнованиях, не сказать, что блестяще, но, тем не менее, присутствие такого спортсмена было заметно. Далее также прошел этап Кубка страны в Ульяновске, ну и, собственно, дальнейшим ориентиром для наших ветеранов является февральский чемпионат мира, который пройдет в Алма-Ате. Это такой евразийский турнир «Мастерс», но ожидается, что там выступят представители России, Казахстана, Белоруссии и других стран постсоветского пространства. Неофициальный чемпионат мира, конечно же, потому что в пандемийную эпоху соревнования ветеранов организовывают, становится весьма проблематичным. Ну и, наконец, приятная новость пришла также из Омска, где будет создана своя Академия биатлона и лыжных видов спорта, по аналогии с Красноярским краем, где такая Академия биатлона уже существует. Об этом, собственно, решение было принято в ходе рабочей встречи главы региона Александра Буркова и президента СБР Виктора Майгурова. Как видите, Виктор Викторович активно ездит по различным регионам и, собственно, аккумулирует процессы, которые должны развивать биатлон в нашей стране. Цель данной Академии биатлона будет подготовка спортивного резерва для сборных команд, в том числе России, по таким видам спорта, как биатлон и лыжные гонки. Ну и еще бы Омск располагает достаточными географическими, климатическими и человеческими ресурсами, чтобы развивать эти виды спорта. Ну и, естественно, опорные пункты данной Академии будут находиться в Муромцемском районе, в Советском парке Омска и на лыжной трассе в Крутой Горке. В общем-то, хочется верить, что Омский биатлон после этого воспрянет и у Яны Романовой появятся достойные преемники уровня сборной России, которые будут достойно представлять нашу страну в мировых биатлонных состязаниях. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.